От Томсоюза учитель, слово предоставляется Михаилу Чекмареву. Я понял. Уважаемые сограждане, 29 августа мы услышали президента. 29 августа он подтвердил предложение правительства Медведева и единоросского большинства в Думе, что возраст выхода на пенсию будет повышен. 29 августа нам были представлены абсолютно неубедительные доказательства за повышение пенсионного возраста. Любой из вас, любой человек, умеющий думать, смог сделать однозначный вывод. Чиновники и дальше будут богатеть, олигархи и дальше будут купаться в роскоши. И весь этот банкет оплатят трудящиеся, оплатят те, кому не дадут заработанных пенсии и положенных по возрасту льгот. Профсоюз учитель, как и остальные профсоюзы, входящие в конфедерацию труда России, не согласен с этим решением властей. Профсоюз учитель вместе со всеми противниками этой реформы будет бороться за ее отмену, за соблюдение социальных гарантий, прописанных в Конституции в статьях 7 и 39. Именно поэтому профсоюз учитель, как и другие профсоюзы конфедерации труда России в нашем городе, вошел в коалицию Петербург против повышения пенсионного возраста и работают вместе с остальными участниками коалиции. Мы не мечтатели. Мы понимаем, что предстоит долгая борьба. И мы будем бороться до полной отмены этой людоедской инициативы. Что нам, противникам этой в кавычках реформы, надо сделать уже сейчас? Первое и крайне важное. Прежде всего, участвовать в создании общегражданских инициативных групп по противодействию реформе на местах. В районах, в микрорайонах, в трудовых коллективах, в любительских объединениях. Представители этих групп присутствуют на нашем митинге и вы можете к ним присоединиться. Вот справа там от меня. Второе. Мы с вами, здесь присутствующие, должны донести до всех наших сограждан, что мы не просто против повышения пенсионного возраста. Мы за социальное государство. Мы за полноценное соблюдение требований Конституции, обеспечивающих социальные права граждан. И, наконец, мы за эффективное правительство. Прошу не путать с эффективными менеджерами, которые умеют реально работать, а не залезать в карманы трудящихся. Для этого каждому из нас придется поработать, подчеркиваю, каждому, и в социальных сетях, и в распространении листовок, и участии в пикетах. Ведь средства массовой информации, даже те, которые присутствуют на нашем митинге, боятся поссориться с властью. И ничего путного и толкового не расскажут своим зрителям, слушателям и читателям. По поводу эффективного правительства. Старшее поколение помнит, как 20 лет назад действительно эффективное правительство Примакова сумело вытащить страну из экономической пропасти, которую завели псевдореформаторы из окружения Ельцина. Третье. Нам необходимо создать постоянно действующие консультативные совещания на паритетной, равной основе из всех оппозиционных политических партий и общественных организаций. Из всех сил, не согласных с решением власти и выступающих за отмену реформы. Такое совещание может и должно координировать протестную деятельность в нашем городе, чтобы мы могли достичь реального результата и похоронить эту инициативу власти. А в качестве напутствия я пожелаю всем нам смелости, мудрости, упорства. И тогда победа будет за нами! Продолжение следует...